Так, что еще заметили? Интересно, как-то может по-другому стали смотреть на природу, на картины, на пейзажи. У меня было медленное движение, медленные какие-то, как будто бы завязывало в чем-то во времени. Есть такое? Да, оно право, но никуда не торопится. Да, я как будто завязывала, но потом это все быстро прошло. Это ненадолго будет. Режим поменялся, да, и все, забегали. Западный человек очень быстро двигается. Болицы очень медленно ходят, медленно говорят, все неторопливо. Сюда торопиться, все. Счастье уже есть. Никто ничего не обещал. И дразнительно, дразнительно. Если вы замедлитесь, будет очень круто. Просто физически замедлитесь. Я проводил, мы выездные фестивали когда делали, там на каждом, допустим, заезд на 7 дней на неделю. Каждый день был фоновый тренинг какой-то, фоновое задание. День обнимашек был. Целый день обязательно нужно. Кого встретишь, а нас 150 человек было. Кого встретишь, нужно обнять. В общем, люди обнимались, ходили. Потом день дурака был. Все дураками были, дурачились. Кто там нагло одевал, кто сгалтер. В общем, переодевались по-всякому. Носки там одевали на руку. Какие-то кнопки всякие сделали. Клоунские. Дурачились по полной. В общем, целый день, целые сутки. В рамках фестиваля, причем в санатории кроме нас никого не было. Там было, может, человек 20. И 150 нас дураков. И потом я сделал день тормозов. Есть такая практика йоги, это когда осознанный шаг сначала на пятку наступает, потом на носок. И очень медленно, и он каждый этот шаг осознает. И мы этот шаг с утра изучили. Я предложил, не обязательно, потому что это сложно все время этим шагом ходить, а просто замедлиться. Люди так кайфанули, вообще просто. Они говорят, мы вот вчера шли, вот не было этих цветочков здесь рядом. А сегодня есть. Стали больше замечать нюансов, как художник. Медленные движения, они очень полезны. Очень полезны. Поэтому попробуйте замедлиться. Кайфанули реально все, потому что там 90% были москвичей. Москви люди, которые бешеным все время ритм не доносятся, как угорел их. И на следующий день был фоновый тренинг ускорения. То есть я попросил всех ускорить. Ну, на контрастах, чтобы посмотреть. Что помедленно, что такое быстро. И вот этот фоновый тренинг просто провалился. Никто не хотел ускоряться. У меня просто посылали. Я через силу сам бегал, суетился. Я могу быстро все делать. Я говорю, давай, ну ты ребят, чего я не знаю. Давай, что мне надо, что бежали, побежали. Ты все меня отстань. Не мешает. Нам так хорошо. Мы хотим в этом ритме оставаться и больше. Вот так люди, я раньше в Египет любил ездить на Красное море, так люди приезжали в Египет и жаловали, что все египтяне такие медленные, тормоза такие вообще, всех раздражало просто, реально раздражало. Вот. И потом я этих же людей встречал через неделю, они говорили, какой классный. Так штырь стало, так размазывали. Вот. Ну, это от жары, потому что. Да, и если вы еще посмотрите, то когда человек делает быстро, он делает большинство на автомате, он не может испытывать в этот момент чувства никаких, чувствований нет. И когда я в 2011 году приехал на Бали первый раз, в рыбацкую деревеньку поселились там, наблюдали, как местные живут. И меня потом повезли в большой магазин супермаркет, три этажа. Огромный магазин, внизу четыре кассы. Вот. Ну, в магазине, наверное, было человек, покупателей человек десять всего. Немного. И на первом этаже продовольственный магазин, второй там какая-то техника, а на третьем текстиль. я поднялся на третий этаж, там продавцы играют в прятки. То есть мимо вот этих стоек с одеждой, они бегают и ржут, и хохочут, и в прятки играют. В салки, прятки, что-то такое подобное. Вот. Ну, честно, меня видели, улыбались, не осмеялись. Такого. Прикольно. Вот. Ну, потом я купил какие-то продукты, пришел на кассу. Тележкой не хотел. А, нет, корзинки было. Я поставил корзинку на эту, на ленту, и продавец такой, посмотрел на меня таким залюбленным взглядом, знаете, вот с такими чувствами, как будто он рад, что я вообще искренне рад причем. Прям такая чистая и искренность. Посмотрел на меня в глаза, они делают намастэ. Вот. Потом ему было очень интересно, что я купил. Прямо на нем написано было, что интересно, что он купил. Он такой глянул в корзинку. И вот эти вещи. И такой, берет одну штучку. Он посмотрел, что я взял. Потом посмотрел на меня. Потом пикнул в эту пикалку. Вот. Достал в пакетик и в пакетик не торопясь положил с любовью эту штучку. Потом снова на меня посмотрел. Потом снова в корзинку посмотрел, потом достал эту штучку, порадовался, что я купил, потом пикнул, потом положил в пакетик. И так какое-то время. Вот. Сначала мне было как-то прикольно, а потом я думаю, «Да ты что он всю жизнь, ну, каждую вещь-то перекладывать. Вот, потом еще какой-то одна касса работала, какой-то еще мужчина сзади был, я начал даже немножко так нервничать, вот, а потом, потом расслабился и такой смотрю, как это вообще. И это делается очень медленно. То есть, когда мы ускоряемся, мы не можем вот это проживать, вот эти чувства. Я потом еще долгое время думал, когда вышел из магазина, ни фига себе. Вот, где вот это вот, делая с любовью, делая с удовольствием, это и происходит, когда мы не торопимся. Да, без эстомата. Когда у вас маленький ребенок, или даже, да, щеночек маленький, да, вы взяли себе, не гладите его так, быстренько, дежурно погладили, все, следующее. Да, то есть мы, да, когда мы с любовью, у нас все медленно неторопливо. И поэтому болицы, они вот все вот так вот, все размазано потихонечку. Каждый момент включаются какие-то чувства. И что нам стоит делать, да, просто, чтобы войти в это состояние, достаточно замедлиться. как-то странно. Вот. В этом попробуйте. Вот. И когда мы делаем вчера вот это вот, размазывали, да, вот это вот, медленно такие были движения, помните, у меня и кто-то тоже, да, вот эти вот руками. Не хотелось так вот быстро делать на результат. Да. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. ДимаTorzok.